На какие части делится позвоночник человека, как считаются позвонки, схема расположения по отделам. Наше вертикальное костное образование, являющееся устью нашего скелета, называется позвоночным столбом или же позвоночником. Его структура состоит из 32-34 соединяющихся элементов, которые называются позвонками. Но кроме того, их дополнительно соединяются и объединяются функциональность организма, различные связки, суставы, мышцы, а также магистральные сосуды и нервы. Позвоночник человека делится на пять отделов, каждый из которых включает определенное количество позвонков, отличающихся по строению. Осуществлению разных функций и их связей с внутренними органами. Все позвонки соединяются между собой фиброзно-хрящевыми пластинками, называемыми межпозвоночными дисками. Они выполняют роль амортизационных прокладок, обеспечивают подвижность позвоночника и защищают его от травматизма при нагрузках. Они представляют собой гелеобразную массу, покрытую хрящевой оболочкой, имеют разное строение и толщину в зависимости от расположения. Более толстые и массивные межпозвоночные диски находятся в поясничном отделе позвоночника, несущем наибольшую нагрузку. Отдельные позвонки и позвоночные диски крепятся между собой при помощи связочного аппарата, состоящего из продольных, межастистых и межпоперечных связок и капсул межпозвонковых суставов. Устройство шейного отдела позвоночника человека. Шейный отдел состоит из семи шейных позвонков. Он является самым подвижным и эластичным, благодаря чему человек может совершать разнообразные движения головой, вращать ее, наклонять, поворачивать на значительный градус, поднимать вверх, опускать вниз. Но он не испытывает такую большую нагрузку, как другие отделы позвоночника человека, поэтому шейные позвонки имеют короткие суставные отростки с плоскими поверхностями и сравнительно небольшие размеры. Самый первый удерживающий основание черепа, наподобие атланта, что держит небесный свод, так и называется атлант. Это большой позвонок, соединенный двумя суставами с затылочной костью и образующее с ней подвижное сочленение. Второй шейный позвонок. Эпистрофей практически входит в атлант своим зубовидным, направленным вверх отростком, обеспечивает вращательную функцию голове. Три шейные позвонки имеют схожую форму, их остистые отростки короткие, раздвоенные на конце. Седьмой шейный позвонок имеет отличие в строении от предыдущих, у него более выраженный и выступающий остистый отросток, который легко прощупывается и даже просматривается визуально. Расположение позвонков в грудном отделе позвоночника человека. Позвоночник человека в своей грудной области включает в себя 12 позвонков и вместе в крепящимися ребрами создает защитную для внутренних органов грудную клетку. Это самый неподвижный отдел позвоночника, ведь на него возложена функция сохранения и защиты от внешних воздействий всех жизненно важных органов и спинного мозга канал, которого оканчивается только на уровне поясничных позвонков. Поэтому образующий грудной отдел позвонки имеет особенное анатомическое строение, по размеру они больше, массивнейше и иных и увеличиваются в размерах по направлению от первого к двенадцатому. Остистые отростки грудных позвонков имеют трехгранную форму, направлены к низу, что обеспечивает и дополнительную прочность. Последние 11 и 12 грудные позвонки по форме больше напоминают поясничные и являются особо крупными. Позвоночник человека и поясничный отдел – его анатомическое строение. Поясничный отдел включает пять самых крупных позвонков, увеличивающихся в размерах по направлению от первого к пятому. Из-за необходимости поддерживать тело в вертикальном положении, на них лежит самая большая нагрузка. Поэтому по размеру и форме они значительно отличаются от остальных, они более массивные, короткие, больше развитые в ширину. Несмотря на свою массивность, их соединительные сегменты достаточно подвижны, что в свою очередь обеспечивает подвижность корпуса. Возможность разнообразных поворотов и наклонов тела. Крестец или крестцовый отдел позвоночника человека. Позвоночник человека внизу имеет пять сросшихся позвонков, что образует крестец, единую массивную кость треугольной формы, обращенную вершиной вниз и имеющую костное соединение с тазовой костью. Стоит отметить, что у женщин он короче, но шире не так и загнут. Копчик как завершающий отдел позвоночника человека. Три-пять последних недоразвитых позвонка образует копчик, представляющий собой рудимент хвостового отдела позвоночника, окостеневающего. Только с возрастом, период юности. Многие недооценивают роль последнего отдела позвоночника человека. К передней части такой своеобразной пирамиды крепятся мышцы и связки мочевой выделительной системы. Также именно он отвечает за распределение нагрузки на область таза. Позвоночник человека и связь с внутренними органами. Каждый отдел позвоночника человека и даже каждый отдельный позвонок имеет непосредственную связь с внутренними органами, а также к той или иной степени оказывает влияние на их работу. Шейный отдел позвоночника связан с кровоснабжением головы, функционированием мозга, органами слуха, зрения, обоняния, работой щитовидной. Железный грудной отдел позвоночника связан с работой сердца, легких, желудка, печени, почек, лимфатической системы. Поясничный отдел имеет прямую связь с работой кишечника, мочеполовой системы, ногами крестец и копчик отвечают за ягодичную и бедренную область, а также нагрузку на нее в процессе движения, наклонов, смены положения, может ли человек двигаться. Ходить после перелома позвоночника человека. Несмотря на большую важность такого элемента нашего организма, так позвоночник человека при переломе все же в 80% случаев возможно восстановление. Конечно, многое зависит от степени тяжести травмы. Если был поврежден спиной мозг или порваны связки, то такая травма может привести к параличу или даже смерти. Самыми легкими считаются относительно компрессионные переломы, когда идут трещины по позвонку или уменьшение их размера. Но взрывной или оскольчатый вид не менее опасен флексионный экстензионный перелом, происходит раскалывание на мелкие части позвоночного элемента с возможным повреждением связок или спинного мозга. Самыми тяжкими считаются ротационные повреждения. Когда идет вращение по оси или значительный сдвиг с возможным раздроблением, кроме того, их разделяют по количеству повреждений по отделам. Не стоит переоценивать крестец и копчик. Эти области напрямую связаны прямой кишкой и дитородной функцией, поэтому часто имеют осложнение подобного характера. Двигаться человек при переломе может. Но это не значит, что он сможет ходить или сидеть. Боль будет сильно ощущаться в поврежденной области и отдавать в другие части тела. Например, при переломе грудного отдела возможно онемение рук, в то время как поясничный отдел может нарушить шевеление пальцев ног. При наблюдении симптомов позвоночного перелома стоит оказать первую помощь и срочно вызвать скорую. Поскольку высок шанс внутреннего кровотечения. Продолжение следует...